Итак, Ваня, доброго времени суток. Ну, типа продолжаем тот урок, который у нас прервался. Значит, что я тут планировал с тобой рассмотреть? Вот, основные утверждения теоремы, геометрические. Так, через любую точку плоскости можно провести прямую. Вот, нужно сделать так, если это верно, то поставить знак плюс. Ну, естественно, через любую точку плоскости можно провести прямую. Куда же она денется, да? И договоримся так. Там, где я ставлю вот такие галочки, это твое домашнее задание. Так, вот сразу, значит, твое домашнее задание, следующий пункт. Дальше. Через любые три различные точки плоскости можно провести прямую. Нет, не через любые, да? Бывает так, что будут три точки, которые не лежат на одной прямой. Так, любые две различные прямые проходят через одну общую точку. Нет, наверное, не любые, а бывают еще и параллельные. Так, а это будет твое домашнее задание. Дальше. Сумма вертикальных углов равна 180 градусов. Так, ну, нужно вспомнить, что такое вертикальные углы. Это те, которые образуются при пересечении двух прямых. Так, значит, не всегда сумма вертикальных углов равна 180 градусов. Так, теперь вспомним, что такое смежные углы, да? Сумма двух смежных углов равна 180 градусов, Ваня. Это тебе поручаю вспомнить самому. Так, если угол равен 54, то и вертикальный с ним равен 34. Нет, он тоже будет 54. Так, если угол равен 72 градуса, то смежный с ним 18. Нет, неправильно, потому что смежный с ним будет равен 180 минус 72. И это никак не равно 18. Так, и вот этот пункт тебе в качестве домашнего задания. Так, это первая часть домашнего задания. Так, дальше, что я планировал с тобой рассмотреть по геометрии. Так, длины. Значит, задание на клетчатой бумаге, да? Итак, смотрим. На клетчатой бумаге с размером клетки 1 на 1 см отмечены 3 точки А, В и С. Найти расстояние от точки А до середины отрезка В и С, да? Так, внесем, внесем кое-какие изменения в этот красивый чертеж, сделаем его еще более красивым. Так, цвет. Так, вот таким вот образом. Так, активируем точку А. Так, и соединим точки В и С, да? Ctrl-L, соединяем точки В и С. Так, где тут примерно будет середина отрезка В и С? Итак, а нам что нужно? Найти расстояние от точки А до середины отрезка В и С. До середины отрезка В и С. Значит, середина отрезка В и С где-то вот здесь, да? И надо просто посчитать расстояние от точки А. Так, расстояние от точки А. То есть, вот этот отрезочек, да? Так, как-нибудь его обозначим. Так, как-нибудь обозначим эту точку. А уже была. Так, пусть будет точка D, пусть будет точка D, да? Так, ну и что же, смотри, то есть одна клетка один сантиметр, сколько здесь? Одна, две, три, ну где-то три с половиной, да? Значит, ответ 3,5, так, это мы с тобой решили, а вот это задание тебе на самостоятельное решение надо. Ну, я тебе этот файл вышлю, да и видео ты сможешь это посмотреть. Так, вот, итак, немножко вспомнили геометрию, немножко вспомнили геометрию, хотя вот тут еще, еще несколько геометрических заданий, ну что, на теорему Пифагора. Ну что ж, теорему Пифагора нужно знать, Ваня, да? Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов его катетов. Так, значит, первый пример мы с тобой делаем вместе. Итак, катеты прямоугольного треугольника 49, найти гипотенузу, да? Так, сейчас попробую включить, включить камеру, включить камеру, чтобы разобрать решение вот этого задания. Так, то есть 323, это я тебе показываю. Сейчас, значит, номер 323. Так, а, соответственно, 324 будет домашнее задание. Итак, ну что, нарисуем прямоугольный треугольник. Это несложно сделать. Так, а как же геометрия без черчения? Не может такого быть. Так, ничего страшного. Значит, нарисуем. Нарисуем. И посмотрим, что нам дано, и что требуется найти, и как это найти, да? Так, значит, катеты прямоугольного треугольника 49. Так, допустим, так. А, Б, С. Вот они, катеты. Здесь, допустим, 40. Здесь 9. А гипотенуза неизвестна, да? Итак, по теореме Пифагора, квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. То есть записываем так. А, Б в квадрате равно А, С в квадрате плюс Б, С в квадрате. Подставляем и считаем. Значит, так, А, С 9 в квадрате. 9 умноженное на 9. Плюс Б, С 40 в квадрате. 40 умноженное на 40. Так, значит, 9 умноженное на 9, 81. Плюс 40 на 40. 4 на 4, 16. Значит, 1600, да? И тогда получается 1681, да? Ну, а отсюда А, Б. Ну, можем воспользоваться таблицей квадратов. Значит, корень квадратный из 1681. Так. Ну, ясно, что таблицы квадратов на экзамене не будет. А может быть и будет. Говорят, что бывает таблицы квадратов. Так, 1681, да? 1600... Где у нас тут? 1681. Ага, это получается 41 в квадрате. Значит, корень квадратный из 1681 получается 41. Так, значит, ответ... Ответ 41. Так, хорошо. Значит, это мы с тобой сделали. Это мы с тобой сделали. А, значит, вот этот номер будет тебе на самостоятельное решение. Так. И еще вот сейчас вот этот мы с тобой решим. 325. Значит, гипотенуза равнобедренного прямоугольного треугольника равна 7 корней из 2. Найти катет. Найти катет. Ничего страшного. Сделаем сейчас и это задание. Так. Включаю снова камеру. Включаю камеру. Итак, что у нас тут будет? Это уже будет номер 325. Так, номер 325. Так, Ваня, прямоугольный равнобедренный треугольник, да? Его очень просто нарисовать. Так, то есть это прямоугольный треугольник, и у которого катеты равны. Катеты это стороны, прилежащие к прямому углу. Так, здесь у меня сколько? 6 клеток. Значит, отсюда сюда тоже 6 клеток. Так, вот, получается прямоугольный равнобедренный треугольник. Так, вот так вот строим. Так, вот строим. Так, значит, что у нас там получается? А, В, С. Итак, а, гипотенуза. Гипотенуза равна 7 корней из 2. Гипотенуза это та сторона, которая против прямого угла, да? А вот эти катеты неизвестны, да? Значит, нам же что? Нам же найти его катеты, по-моему, там так написано, да? Найти катеты. Ага, найти катет. Ну, дело в том, что катеты равны между собой, значит, здесь Х и здесь Х. Так, значит, что? Опять-таки, по теореме Пифагора... Значит, смотри, распишем ее. А, В в квадрате равно А, С в квадрате плюс В, С в квадрате. Так, а теперь подставляем. 7 корней из 2 в квадрате равно Х в квадрате и еще плюс Х в квадрате. Хорошо. Так, значит, здесь будет 7 в квадрате на корень из 2 в квадрате. Равно... А здесь 1 Х в квадрате и еще 1 Х в квадрате. Значит, 2 Х в квадрате. Так, хорошо. Слева запишем. 2х в квадрате А справа что получается? 7 в квадрате 7 на 7 49 А! Вот этот квадрат как бы убивает квадратный корень То есть корень из 2 в квадрате это просто 2 О! Так смотри какая красота Мы можем просто левую и правую часть разделить на 2 Вот эти двойки как бы сократятся Получается х в квадрате равно 49 О! И как раз простейшее квадратное уравнение Мы с тобой более простые уравнения прошли А это значит квадратное уравнение Так ну и тут будет только один корень Поскольку х тут не может быть отрицательным Длина не может быть отрицательной Так значит х получается корень из 49 То есть что нужно умножить само на себя чтобы получить 49 Это конечно 7 Поэтому здесь получается ответ 7 Ответ 7 Так хорошо Так кстати это же надо наверное Это же надо наверное А! Ну я тебе фотографии тоже пришлю Фотографии пришлю и фотографии И это видео будет Это все у тебя будет Так и значит аналогичное задание тебе на дом Да? Есть гипотенуза Найти катет Так и по моему у меня там еще парочка Заданий теперь уже по алгебре Ну по алгебре тоже надо делать Да? Так по алгебре тоже нужно делать Значит смотри Вот по алгебре Итак функция задана вот такой формулой Минус х квадрате плюс 2х плюс 1 Найти f от 1 Да? Найти f от 1 Ну снова сейчас включаю камеру И показываю как это делается Так Вот смотри Вот здесь значит Так первое задание Да? Ну я запишу так Это у нас значит будет алгебра Алгебра Вариант 1 Вариант 1 Так Значит первое Да? Я эту функцию запишу Чтобы ты понял Что это именно к этому относится Значит f от x Равно минус х в квадрате Плюс 2х Плюс 1 Да? И нам надо найти f от 1 Да? Вот значит f от 1 Как это делается? Минус Вместо х подставляем единицу Значит единица в квадрате Плюс 2 умноженное на единицу Плюс единица Так этот минус никуда не денется Единица в квадрате Это единица Значит получается Минус 1 Плюс 2 И плюс 1 Плюс 1 и минус 1 дает 0 Значит остается 2 Поэтому к этому заданию Ответ 2 Так И сразу Номер второй Да? Смотри Дана функция f от x Равно 3x плюс 2 Так Найти значение x При котором f от x Равно минус единицы Ваня Фактически Вместо f от x пишем Значит 3x плюс 2 Равно минус единицы То есть фактически мы получаем уравнения Которые до этого с тобой решали Вот не зря ж мы это повторили Вот так все логично Ну и ищем x Значит 3x составляем здесь Равно минус единица в своей части Минус 2 Так 3x Минус 1 Минус 2 Была температура Минус 1 Еще на 2 Понизилась Стало значит Минус 3 Да? Так Ну и отсюда x равно Это ты уже умеешь делать Минус 3 Деленое на 3 Равно Минус единице Все Значит ответ Ответ Минус единица Так Ну Тоже Тоже А я же фото А я все эти фото потом сделаю И тебе пришлю Так Так И теперь что И значит аналогичное Вот на 19 странице Это тоже тебе будет Домашнее задание В качестве домашнего задания Так Ну вот Вот как я думал Закончить этот урок Даю значит Видеоверсию Так что все В порядке Ну что До следующего занятия Всего доброго